здравствуйте друзья доброе утро у нас тут интересная дискуссия возникла в комментариях к видео о о том что жилье становится все менее и менее по карману как бы гражданам что вот зарплаты растут медленнее чем стоимость жилья и в частности речь возникла речь зашла о том что вот разные поколения оказались в разных условиях и вот мы говорим про миллениалс вообще официально термин миллениалс возник была книжка там на эту тему и вот оттуда пошло но идея была такая это те кто в двухтысячном году когда вот сюда рубеже тысячелетий вот те кто закончит школу то есть будет 18 лет грубо говоря это люди 82 года рождения но и и пользу вот это поколение там плюс еще 20 лет речь зашла о том что это другое поколение она по-другому воспринимает мир там она может быть более наивно менее приспособлен и так далее но у него есть много плюсов тоже кстати не не только мин и они любят как не то что но они предпочитают они же общительные это digital native поколения пойти они они родились с компьютером там с девайсом в кроватке и они любят общаться они очень социальные они любят жить в городских условиях там ходить пешком там по улицам ездить в общественном транспорте то есть у них вот какая-то склонность помимо того что допустим условия могут их чисто внешние к этому побуждать но там была такая мысль высказана что вот поколение старшие боби бумеры вот это я я за боби бумеров сейчас ответчик что они как бы обобрали молодняк который поставлен в такие условия когда уже не может позволить себе то что могли себе позволить боби бумеры я подумал что вот мы можем немножко о поколениях поговорить и там кто кого обобрал там и так далее еще там было сказано что вот долг теперь молодежь должна платить боби бумеры наделали долг это само по себе совершенно совершенно неправильное суждение неверное то что половина этого долга была сделана у нас на глазах за последние там восемь-десять лет и в интересах абсолютно всех в том числе и так сказать и молодежи там и так далее вот тут я так не могу сказать но мы сейчас поговорим на эту тему вот я подумал значит я я бы начал не уходя так глубоко в историю я бы начал с военного поколения это люди которые тяжелую житуху прожили дайте то есть им досталось и депрессия им досталась война до вторая мировая вот это это из их поколения женщины пошли работать когда мужчины пошли в армию вот и дальше они вернулись с войны и стали рожать много детей и вот это вот демографическая хохмочка обеспечила их очень сильно на будущее потому что когда там в конце 30-х там 37 38 когда там ввелись систему социального обеспечения то есть пенсии вдруг возникли в возрасте 65 лет а что такое 65 лет если в среднем в среднем продолжительность жизни тогда была 62 года на одного работающего в момент принятия системы социального страхования на одного пенсионера ездить было 38 работающих это же не так как сейчас там когда один к трем значит а почему один к трем ну вот значит потому что дальше пошли демографические такие перекосы и вот это поколение которая получила систему социального обеспечения впереди я не имею ввиду тех тоже тогда достиг такого возраста вот те кто значит воевал вернулся там деток нарожали и это пока достаточно продолжительное поколение они не все воевали да вот было много детей соответственно когда появляется много народу много молодежи они начинают работать они создают бум бум строительство жилья бум в покупке электроники модной одежды автомобилей инвестиции пошли в пенсионные планы и пошло и поехало прям все все забумировала на baby boomer ах но но что дальше еще произошло значит baby boomer и были самым ну в цепочке они были самым образованным поколением америки соответственно самым зажиточным соответственно время такое наступило когда произошла демократизация богатства то есть вот можешь давай тем более если образованный да вот инженер слушайте здесь инженер боже сколько здесь получает инженера может все американский инженер то 50 и 60 и 70 это вообще король жизни и вот да если раньше там чтобы быть миллионером нужно было принадлежать там к одной из двадцати фамилий да то сейчас каждый может ну вот реально может давай стартапы пожалуйста в технологиях пожалуйста бизнес пожалуйста поперло но поперло она не на самих baby boomer она их родителей то есть baby boomer еще маленькие были когда перла вот так а потом baby boomer и подросли и значит что получается с одной стороны у них очень много возможностей у них очень много возможностей которых раньше не было и вот интернет создали baby boomer это что было до интернета но это может быть уже их родители вот значит много возможностей но чего-то у них нет того что было у родителей социальное обеспечение системы социального обеспечения устроена так что она не финансирована полностью а просто мы платим себе налоги а там люди получают какие-то пенсии соответственно вот как бассейн в одну трубу втекает в другую вытекают и вот к тому моменту когда вытекать должно в сторону baby boomer выясняется что втекает то меньше у baby boomer это уже нет столько детей еще еще и миграция выручает там по два миллиона в год до легальной миграции все-таки население как продолжает расти там и так далее а так а кто же будет пенсионно обеспечивать baby boomer а нет они то пахали значит и вот это поколение военное она можно сказать самое удачливое что ли с точки зрения денег и возможностей то есть им досталось депрессии им досталась война но потом у них такой довольно светлый такой путь был экономика хорошая или и старость обеспеченная вот как то так все здорово значит поэтому baby boomer с одной стороны да они они зажиточные у них там может быть я не хочу сказать что у всех у многих там по нескольку единиц недвижимости которые они могут сдавать и это вот их пенсионный план потому что baby boomer уже не может рассчитывать на то что он нормально проживет вот на эти деньги когда мы говорим про миленеал вот вот эти ребята да им с одной стороны тяжелее потому что они вступают в такую в такую жизнь когда соотношение зарплаты и стоимости жилья не такое хорошее как было у их родителей у baby boomer с другой стороны у них такие возможности которые baby boomer просто не снились вы посмотрите например кто делает стартапы там интернетовские вы посмотрите сколько денег сейчас зарабатывается вообще в сети не только в сети в технологиях ты можешь сидеть там где-нибудь я не знаю в камеру не если у тебя есть лаптоп и да и выход в сеть ты можешь делать бизнес примерно так же как если ты сидел бы я не знаю там в кремниевой долине ну безусловно есть свои там ограничения но все-таки сколько мы знаем людей во все которые по всему миру и в и в частности в соединенных штатах понимаете то есть демографически и как бы во времени вот эта цепочка с одной стороны она работает против baby boomer против я извиняюсь против millenials с другой стороны у них есть возможности которые компенсируют это все многократно и дальше да кроме того если ты такой весь компьютерный там и так далее тебе совершенно нет необходимости жить в дорогой кремниевой долине или где-нибудь в дорогом манхэттене ты можешь там купить я не знаю за 250 за 300 тысяч новый дом новый дом я уж не говорю там за большую сумму значит и и жить себе прибивающий абсолютно где угодно там где интернет есть можешь себе жить работать удаленно разве им это кто-то мешает делать кто кто препятствует все все же есть вот образование есть компьютеры есть технологии интернет все есть но дальше есть специфическая для миллениалов проблема состоящая в том что им многое дано понимаете им очень многое дано просто так общество-то богатеет общество богатеет никто на улицах не умирает никто не голодает никто без медицинской помощи там не в канаве не загибается знаете да но многое дано получается что если вообще даже не работает ну вообще не работать я не знаю что вот такой человек больной на голову не хочет работать а может наоборот умнее всех да трудно сказать вот он не хочет работать он все равно живет нормально живет или он где-то чуть-чуть там подрабатывает мозги не напрягает там старбаксе там кофе налил или там на кайту на кассе я не хочу скачу на кассе легкая работа кстати но где-то вот он там полно такой работы там тут посидел там постоял здесь полежал там на 3 копейки заработал и вот и пожалуйста значит пицца пиво там сейчас вот эти вот downshifter и их много люди как а из-за чего работать то но что вот такое вот ну что в конце концов но вот я не знаю посреди поля там стоит mobile home и живи на здоровье это целое движение большая статьи в европе они говорят давайте будем давать людям там две две с половиной тысячи евро просто по факту того что они люди живые ночью и человек это гнобить работы пусть уже живой человек дали ему 2000 месяц 2000 евро пусть живет и вот это тоже на них действует понимаете это как бы расслабляет это понижает планку и получается что одну как бы нет смысла там особо тоже и все же не могут быть технологиях или в бизнесе или там в чем-то там креативном я не знаю где деньги поэтому я бы я бы не сказал что baby boomer и вообще что такое наборили на росте государственного долга когда все это началось с рейгономики значит что такое baby boomer вот я допустим не 50 я 56 года когда все это началось выступя в америке родился так я был в 20 лет не было 20 лет это не мы это не baby boomer и устроили вот этот вот государственный долг который они меня нет наверное я их пропущу у них стопа нету так а теперь наверное можно и поехать удобно что только справа едут найти в одну сторону глядишь больше тени на так ну собственно вот там уже океан у вас здесь улица которая мне нужна улица battery это очень центральная улица я теперь буду парковку искать ойти господи боже мой ну ладно что теперь будем искать парковку а здесь можно встать но паркинг с двух до шести и м праведок это паркинг друзья это паркинг и есть я тут встану ну-ка а можно стоять течет как-то я засомневался найти там гидрант у меня справа ой так ну пошли смотреть сначала встанем потом будем озираться ладно друзья в общем мы с вами приехали вот вам небоскребы обещанные там впереди и вот где-то тут чуть слева а вот в этом красном здании видимо то что тут слева там вот то куда я еду счастливо за субтитры за субтитры за субтитры